Кто вообще мог подумать, что сериал про шахматы в 2020 году может стать такой сенсацией? Я где-то прочитала, что в России продажи шахмат выросли на 48%. Это просто какой-то невероятный пиар-ход от Netflix. Всем привет, меня зовут Даша, и сегодня поговорим о нашумевшем сериале Netflix «Ход королевы». И начнем, пожалуй, с названия, потому что с ним было сразу много вопросов. Если переводить дословно оригинальное название, то сериал назывался бы «Ферзевый гамбит». Так еще называют один из самых популярных шахматных дебютов. Но я боюсь, в этом случае часть аудитории на старте не поняла бы, о чем вообще сериал. Ну, а во-вторых, терялся бы дополнительный смысл в том, что шахматная королева – это не только фигура на доске, но и еще и сама Бэт Хармон. Что касается шахматных партий, которые сыграли в сериале, то они все были настоящие. То есть, если вы в любой момент времени остановите съемку и посмотрите на доску, то там будет какая-то реальная шахматная комбинация. То есть, это не просто расставленные по доске фигурки. И это серьезно усложняло жизнь актерам, ведь до съемок они никогда не играли в шахматы, а все ходы приходилось буквально заучивать. Но и этого было недостаточно. Чтобы шахматная партия выглядела реальной, с ними работал человек, который ставил им шахматную хореографию. Темп и стиль движений при игре, чтобы казалось, что герои действительно принимают решения, а не действуют по заученной схеме. И сцены с быстрыми шахматами, когда Бэт играет сразу против нескольких соперников, тоже не стали исключением. И для актрисы Ани Тейлор-Джой вот эта вся сцена стала настоящим испытанием, но потом она очень гордилась тем, что она действительно справилась с ней. Что касается экранного образа героини Бэт Харман, то и актриса Аня Тейлор-Джой, и стилист, буквально не сговариваясь, решили, что героиня должна быть рыжей. Но волосы актрисе красить не стали, потому что за один день могли снимать сцены из разных лет, и прическу приходилось бы менять слишком часто. Вместо этого гримерам пришлось обзавестись десятком разных париков. Еще немножко об актерском составе. Если присмотреться, то вы найдете много знакомых лиц. Например, роль эксцентричного шахматиста Бенни Уотса сыграл Томас Броди Санкстер, который многим известен по роли мальчика Сэма в фильме «Реальная любовь». Еще одного шахматиста сыграл Гарри Меллинг, которого вы наверняка помните по роли Дадли Дурста в «Гарри Поттере». К слову, роль русского гроссмейстера Баргова всерьез предлагали Гарри Каспарову, но тот вежливо отказался. При этом не отказался помогать создателям сериала с хореографией шахмат и разными советами и консультациями. Некоторым зрителям показалось, что сцена с проигрыванием шахматных партий на потолке – это какая-то странная выдумка авторов. Но действующий чемпион мира Магнус Карсон подтвердил, что профи действительно нередко продумывают партию, не глядя на доску. Так что потолок вполне мог подойти для цели проигрывания ходов в уме. А еще я бы хотела остановиться немножко на одежде и образах главной героини Бет Харман. Вообще про это можно делать отдельный выпуск, но пока кратко. Вы можете заметить обилие клетки в нарядах Бет. Это явные отсылки к шахматной доске, про которую та говорила, что это безопасно, всего 64 клетки. И поэтому в начале сериала, когда она начинает играть в свои первые партии, у нее во всех платьях присутствует либо клетка, либо полоска, либо какие-то геометрические узоры. А в финале сериала Бет появляется в белой кепке, в белом пальто и в светлых брюках. По словам художника по костюмам, в этом образе она пыталась показать, что ее героиня – королева на шахматной доске. А теперь эта доска – весь мир. И поскольку вы все-таки на канале с названием «За книги», давайте немножечко пробежимся об отличиях оригинальной книги и сериала Netflix. Во-первых, в книге нет прописанной сюжетной линии родной матери Бет, которая, как вы знаете, пыталась покончить с собой и убить своего ребенка тоже. Во-вторых, шахматист Таунс не получает никакой гомосексуальной подоплеки и в книжке не приезжает в Москву поддержать Бет на турнире. Ну а в-третьих, в первый раз Баргову Бет проигрывает не потому, что всю ночь тусовалась, а на трезвую голову, просто потому, что не была готова. Но в остальных моментах экранизация очень близка к оригиналу. На самом деле, «Ход королевы» – это классный сериал, который погружает нас в новую атмосферу, получил огромное количество положительных отзывов и даже тех людей, которые ничего не смыслят в шахматах, например, как я. Друзья, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой сериал 2020 года вам понравился, вас удивил больше всего и какой сериал обязательно стоит посмотреть. Ставьте лайк этому видео, если было интересно, и подписывайтесь на канал, потому что здесь будет выходить много всяких классных выпусков про кино и книги. Вот здесь я оставлю ссылку на выпуск, посвященный фильмам, которые создают новогоднее настроение. Ну а вот здесь будет обзор нового сезона сериала «Корона», который тоже недавно вышел.